Библейский портал экзегет.ру представляет Но, как я и говорил с самого начала этого цикла по Евангелию от Матфея, я не пытаюсь сказать все, что можно. Ну, это, наверное, 10 часов будет только одна пятая глава, если я буду все говорить, что об этом можно сказать, и что я знаю, и еще много чего я не знаю. Но я стараюсь обращать внимание на то, почему сказано именно об этом, и почему именно в таком порядке. Вот смотрите, здесь начинается общественное служение Иисуса. Закончилась история с крещением, с искушением, он выходит к людям. И первое, что мы видим, увидев толпу, Иисус поднялся на гору. Он там присел, а к нему подошли его ученики. Сразу уже вот есть эта иерархия, да, то есть есть ближний круг, и есть толпа, которая очень переменчива, но он говорит сразу со всеми одновременно. Вот нет тайного знания. Конечно, есть вещи, которые знают только ученики, но это какие-то особые, ну, их касающиеся вещи. А христианство – это не эзотерическая религия, в которой вот есть тайны посвященные, а есть профаны, которые ничего не знают. Тогда он начал во всеуслышании учить их такими словами, во всеуслышании. Благо тем, кто нищим стал ради Духа, Царство Небес для них. Благо тем, кто скорбит, их утешит. Благо тем, кто кроток, охуделом станет вся земля. Благо тем, кому правда нужна, как вода и еда, они получат ее вдоволь. Благо тем, кто милостив, им будет оказана милость. Благо тем, кто чист сердцем, они увидят Бога. Благо тем, кто устанавливает мир, их назовут сынами Божьими. Благо тем, кто претерпел гонение за правду, Царство Небес для них. Благо вам, когда оскорбляют вас и гонят, когда говорят о вас злобную ложь из-за меня, радуйтесь и ликуйте, велика ваша награда на небесах. Так жигнали тех пророков, что были прежде вас. Поскольку перевод мой, я, может быть, обращу внимание на какие-то трудности с переводом. Ну, во-первых, благо тем, традиционный перевод блаженный, но блаженный по-русски это, в общем, человек такой не очень адекватный в современном русском языке. Некоторые современные переводы дают слово «счастливая», но это не точное слово. Счастливы те, кому плохо, кто скорбит, кто голоден, жаждет, кто изгнан, да они совершенно несчастливы. Если попытаться понять основной смысл вот всех этих высказываний, общий сам он будет, тем, кому сейчас плохо, на самом деле хорошо, но не вот сейчас, а вообще в каком-то ином измерении. Мне кажется, благо тем это точно передает. Слово, которое до сих пор не знаю, как переводить. Правда. Кто претерпел гонение за правду еще немножко раньше, благо тем, кому правда нужна, как вода и еда, алчащие и жаждущие правды в традиционных переводах. Вот греческая дико-йосюна – это не столько правда, сколько праведность и справедливость. Ну, праведность у нас исключительно в религиозную сферу уходит, да, то есть нужна праведность. Человек очень строго постится, много молится. Нужна справедливость. Это скорее такая социальная справедливость, борьба за то, чтобы всем платили зарплату вовремя, чтобы пенсии были достойные. Вот ни то и ни другое. А еще точнее, и то, и другое вместе – это правда. То есть у нас как-то разделилось. Вот духовное, вот светское, телесное, социальное. Оно как бы фу по сравнению с духовным. А в Библии, начиная с Ветхого Завета, это совершенно не так. И многократно пророки об этом говорят, что пока у нас нет справедливости, пока у нас нет правосудия, пока у нас нет закона, пока у нас нет милосердия к угнетенным. Никакой праведности у нас быть не может и в помине. Поэтому я использую это слово «правда». Еще интересно, что здесь такие пассивные конструкции. Их утешит, им будет оказана милость, их назовут. А кто их назовет? В современные переводы часто говорят, Бог их утешит, окажет милость, Бог их назовет. Почему Иисус говорит в пассиве? Он вообще-то Сын Божий, и мы как бы готовы слышать от Него, как от Бога все эти слова. А он говорит пассивно или в третьем лице. Есть такой способ сказать, не называя даже, когда ясно кого, но не называя действующее лицо. Может быть, из деликатности, может быть, из-за того, что говорить от имени Бога – это дерзость. Даже для Иисуса. Ой, сколько людей сегодня говорят от имени Бога, прямо удивляешься иногда. И ведь главное что, что будет какой-то результат. Вот о результате мы можем судить. Об источнике действия далеко не всегда или не в той степени. Еще что интересно. Вот если бы я составлял какой-то сборник проповеди, я бы, наверное, сказал, благо тем, кто… И дальше всякие хорошие поступки. Ну, или мысли правильные, или слова красивые. А он идет по совершенно другому пути. Кто скорбит, кто кроток, кому нужна правда, как вода и еда. Но, значит, ему сейчас без них плохо. Как нам плохо бывает, когда мы голодаем и жаждем. И потом только милость и в честь сердца ему устанавливает или приносит мир. То есть дальше уже только какие-то свойства и действия. А с самого начала те, кому чего-то не хватает. Неужели главное, что приносит человеку вот такое высшее благо, это его недостаток в чем-то, да, вот его недостаточность. Начиная с нищих духом, между прочим. Кто такие нищие духом? Сотни проповедей на эту тему. Но, грубо говоря, те, кто выпрашивает, а не те, у кого всего вдоволь. А вот да, когда человеку не хватает, тогда ему будет дано. Очень часто это основная проблема фарисеев, да и не только их. Человек религиозный считает, что у него все есть. И более того, в избытке, что он должен лишь других поучать. Иногда там, допустим, их тоже одарять своими духовными дарами. А вот благо тем, у кого нет блага. Потому что они его получат. И вот два человека, а потом это будут мэтр и фарисей, допустим, которые в одинаковой степени этого блага лишены. Но один сознает свою недостаточность, а второй нет. И поэтому, когда оскорбляют и гонят, радуйтесь и ликуйте. Потому что, ну, не только вы осознаете свою недостаточность, но этот мир осознает, насколько вы в него не вписываетесь. Вот если мы хотим привлечь сторонников, довольно плохая идея начинать проповедь с таких вещей. Правда? Нет бы сказать, ну, вы молодцы, у вас все замечательно получается, еще лучше будет. Очень часто именно так и выглядят проповеди. Но начать с того, что благо тем, кому плохо, провокационно. Но, может быть, в этом и замысел. Мы, кстати, не знаем, единая ли это проповедь, или это все-таки собрание изречений, произнесенных в разное время по разным поводам. Матфей просто их соединяет в некоторый единый текст. Но в любом случае соединять же не случайно. И вот дальше нас ждет нечто удивительное. «Вы, соль всей земли, если соль утратит вкус, чем сможете ее посолить? Она ни на что негодна, разве что выбросить вон прохожим под ноги? Вы, свет всему миру, и не может укрыться от взгляда в город, стоящий на вершине горы. Когда зажигают светильник, не накрывают его горшком, а ставят на подсвечник, чтобы светил всем, кто в доме. Так и ваш свет пусть светит пред всеми людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного». Кому он это говорит? Апостолам? Да нет. Ученики рядом, да, но он говорит всем. И в этой толпе люди, которых, вероятно, он видит первый раз. По крайней мере, много таких людей. И он им дает сразу вот эти какие-то огромные, великие, прекрасные слова, как такой кредит доверия, соль земли, свет миру. Кто, вот этот парень или вот эта девушка, которые мимо проходили и решили послушать, о чем там проповедник говорит бродячий, да? И вот они, свет миру и соль земли, что, серьезно, что ли? Вот смотрите, какой резкий контраст. Хорошо, когда у вас ничего нет, потому что у вас все будет. А вы уже есть, вы уже есть нечто огромное и великое. А иначе зачем? Часто проповедь начинается с того, что все мы грешники, ну, и, в общем, все плохо. Вы никто. Ну, мы, говорится риторически. А здесь он говорит, нет, вы очень много что. Но это и налагает на вас ответственность. Соль утрасит вкус. Солью мы солим. Да, вот не хватает соли, мы говорим. Есть соль, чтобы добавить, и тогда станет более соленым. А если утратила вкус сама соль, чем ее солить? Или свет миру, светильник, который на подсвечнике, он для всех, он не для кого-то одного отдельного. И вы такой светильник на подсвечнике, вы не можете укрыться горшком, накрыться, очень часто стремление человека религиозного, в любой причем религии, накрыться горшком условным, да, и заниматься своим каким-то духовным самосовершенствованием. А у вас нет этой возможности. Просто потому, что вы такие. Не потому, что я вас заставляю, а не потому, что обстоятельства вынуждают. А вот, ну, вот так бывает, да. Может ли соль не быть соленой? Может, но тогда она перестает быть солью. У вас есть два варианта. Перестать быть тем, что вы уже есть, или придавать этому миру вкус и свет. Не случайно обращение к каким-то органам чувств, то есть то, что очевидно. Можно сказать, вы духовно совершенные люди. Ну и где это видно? А то, что соль соленая, любой поймет. То, что свет светит, любой поймет. И дальше, еще один поворот, неожиданный. Не думайте, будто я пришел отменить закон или пророков. Ну, это общее название Ветхого Завета, как мы сегодня его называем. Нет, я пришел не отменить их слова, а исполнить. Аминь, говорю вам, пока не исчезнут небо и земля. Ни одна буква, ни одна черта из закона не исчезнет, пока все не исполнится. И кто нарушит одно из мельчайших этих заповедей, тому же научит других, сам в Царстве Небес будет назван мельчайшим. А кто ее исполнит, научит тому же, тот в Царстве Небес будет назван великим. А вас предупреждаю, если не станете большими праведниками, чем праведные, книжники и фрисеи, то не войдете в Царство Небес. С самого начала такой дисклеймер. Вот сегодня мы живем в мире дисклеймеров. Нужно сразу заявить, что ты ничего там не разжигаешь, не призываешь, не умоляешь, не подрываешь, иначе потом могут в этом обвинить. Все равно могут обвинить. И Иисуса обвинили, конечно же. Но он говорит такой дисклеймер. Я пришел не отменить, не нарушить. Я пришел исполнить. И дальше. Ничто не исчезнет, пока все не исполнится. Как мы обычно понимаем, закон – это некоторый набор запретов и предписаний. Исполнение закона – значит, соответствие человека этим запретам и предписаниям. Ну, фарисеи понимали это точно так же. Причем они сильно устражали эти запреты и предписания. Поэтому исполнить это было довольно сложно. И Иисус говорит, да, я пришел исполнить, я не собираюсь это отменять, нарушать. То, что сразу подозрительно он говорит не как фарисея, а как кто-то другой. Значит, он скажет, это все ерунда, забудьте, все, что было раньше, это отменяется, а вот сейчас я вас научу. Нет, говорит он. Все совершенно иначе. И все должно исполниться. И исполнить, причем исполнять это буду я. А вот здесь значение исполнить другое. Исполнить вот пророчество или закон – это нечто такое сказанное, что пока как проект, нарисованный на бумаге, строится дом. Но на проекте он уже построен. И когда дом на местности встает, тогда проект исполнен, правильно? И Иисус говорит, я пришел построить этот дом, я пришел исполнить эти слова. Значит, закон – это не просто набор правил и предписаний, делай то, не делай этого. А это, ну, некоторая конструкция, которая пока на словах, но однажды станет, и на деле. И, говорит он сразу, вообще-то это к вам тоже относится. Кто нарушит, тот будет мельчайшим. Не сказано, не войдет, но будет мельчайшим. Некоторая надежда, правда? Вот, может быть, нам не грозят первые роли в Царстве Небесном, но есть шанс туда войти мельчайшими, но войти. А кто исполнит и научен, да, то есть исполнение закона – это не вопрос личной праведности. Вот я там тихо сижу и самосовершенствуюсь, исполняю все требования, я молодец, а кругом трава не расти. Нет, но человек вовлекает других в это исполнение. Собственно, народ Божий – это некое единство, а не сборище индивидуалистов, которые каждый из собой исключительно занят. Так вот, такой будет назван великим. И вам предстоит стать большими праведниками, чем праведные книжники и фарисеи. Можно ли стать лучшим, я не знаю, боксером или шахматистом, чем чемпионы мира в этом виде спорта? Наверное, нет. Вот эти самые книжники и фарисеи, люди, которые в этом прекрасно разбираются, которые сделали исполнение этих заповедей смыслом своей жизни, как их можно в этом превзойти? Нереально же. Значит, исполнение заповедей – это не просто, опять-таки, соблюдение этих требований, это соучастие в строительстве этого дома. Вот они не особо строят его. Они вот сидят по своим комнатам, и дальше будет очень много критики в их адрес, и сами себя усовершенствуют, и радуются этой своей праведности. А ваша праведность, вероятно, должна быть не количественная, поститесь еще строже, давайте еще больше милостыней, а качественная – превзойдите пределы вот этой праведности, понимаемой как некоторое техническое исполнение требований закона. А как? А сейчас, пожалуйста, он объяснит. Вы слышали, что было сказано в древности предкам, не убивая, это, между прочим, опять-таки, не просто было сказано, это заповедь. Интересно, что он начинается с той заповеди, которая сегодня, наверное, всем человечеством разделяется. Скажем, то, что Бог един, далеко не все согласятся, или не прелюбодействуют, далеко не все принимают. А вот не убивая, ну, практически в любом уголовном кодексе, убийство – это тягчайшее преступление. Так вот, он начинается с наиболее универсального, как бы на все времена. Вы слышали, что было сказано в древности предкам, не убивая, кто убьет, того ждет суд. Еще мог-то оправдать, между прочим. Я говорю вам, всякого, кто прогневается на своего брата, ждет суд. Кто назовет своего брата словом «рака», ну, то есть, дурак по-арамейски, а предстанет перед Синодрионом, Верховный суд. А кто назовет его безумцем, того ждет гиена огненная, ну, то есть, ад. Ничего себя устражил. Значит, если кто-то убил человека, он всего лишь предстает перед судом и может еще быть оправдан. Мало ли там, по каким причинам. А кто назовет другого человека безумцем, тот отправляется сразу в ад. Это просто какой-то, ну, кошмар. Давайте дальше почитаем. Так что, если отправишься в храм приносить жертву, и перед самым жертвенником вспомни, что твой брат на тебя в обиде, оставь, что принес пред жертвенником, и ступай сперва, примирись со своим братом, а потом вернись и соверши жертвоприношение. Договаривайся со своим противником поскорее, пока оба вы идете на суд, а не то противник отдаст тебя в руки судья, а тот в руки пристава, чтобы он посадил тебя в темницу. Аминь, говорю тебе, аминь, то есть истина. Не выйдешь оттуда, пока не уплатишь все до последнего гроша. То есть, оказывается, вот эта мелкая бытовая ситуация. Кто-то с кем-то поругался. Ну, с кем не бывает. И вдруг вы должны помириться, иначе вы попадете в ад. Вот конкретно ты должен помириться. А что такое убийство? Это действие, которое на практике являет волю человека. Тебя не должно быть. Неважно, по каким причинам. Ты мне мешаешь, я на тебя очень зол, ты плохой человек. Тебя не должно быть, говорит убийца и убивает. А быть убийцей, это все-таки, ну, некоторый риск. Нужны некоторые умения, инструменты. А сказать человеку, ты дурак, вообще ничего не нужно. Но проявить то же самое. Я не считаю тебя достойным существования. И поэтому, собственно, это первый шаг в этом направлении. А почему человек говорит другому, ты дурак? А вот потому, что что-то есть у них друг на друга. Потому что, вот, знаете, иногда бывает, религиозные люди говорят, я Богу на тебя пожалуюсь, я вот на страшном суде с тебя это спрошу. Вот на страшном суде Бог будет сидеть и разбирать, кто там, у кого горшок взял и не вернул, кто там, кого задел каким словом или жестом, или чем еще. Вот больше делать прямо нечего. И при этом люди, которые вот очень серьезно к этим всем вещам относятся, они могут быть очень религиозными, приходить в храм, приносить жертву. Ну, аналог нынешних разного рода форм богослужения. Тогда это было так. И даже не задумываться о том, что вот эта злоба и ненависть, которая может облекаться в самые благочестивые слова, знаменитый анекдот реальности, потому что происходит такое, как где-нибудь в очередь на исповедь стоит одна женщина и говорит другую, ну, спаси Господи. В таком плане, мол, устала я от тебя, но я тебя не буду ругать от друга. И говорит, нет, это вас, спаси Господи, да. Возвращайте это. Вот, а зачем ты на исповедь стоять? Или неважно на что, да, вот на какое-то священное действие. Оставь все, пойди, разберись, что ты против этого человека имеешь, что он против тебя имеет. Убери это из своей жизни, тогда имеет смысл приходить. Вы скажете, что это часто невозможно, я и не буду с этим спорить. Экстремистская проповедь, между прочим, она призывает к тому, что невозможно. Дальше еще хуже в этом смысле. Вы слышали, что было сказано? Не блуди. Вот вторая из упомянутых заповедей, конечно, она в список десяти входит. И как раз я говорил о том, что сегодня она, пожалуй, наименее популярная. А я говорю вам, всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, в сердце своем уже впал с ней в блуд. А если тебя соблазняет твой правый глаз, вырви его, брось, лучше пусть погибнет часть твоего тела, чем все, оно целиком будет брошено в гиену. Если тебя соблазняет твоя правая рука, отруби ее, отбрось. Лучше пусть погибнет часть твоего тела, чем все, оно целиком пойдет в гиену. И тут же, кстати, сказано, кто разводится с женой, пусть даст ей о том свидетельство. А я говорю вам, всякий, кто прогоняет жену не по причине ее измены, сам толкает ее к измене. И кто на такой жене совпадет в блуд. То есть нельзя смотреть на женщину, это, конечно, глазами мужчины описано, нельзя смотреть на женщину с желанием, и нельзя разводиться. Вообще никак, кроме случаев измены, потому что измена как бы сама свидетельствует о распаде этого единства. То есть уже фактически та сторона, которая изменяет, не считает брак действительно. Но, слушайте, есть, во-первых, даже вот в законодательстве Российской империи до революции много других поводов. Сумасшествие супруга, его длительное безвестное отсутствие, если человек, скажем, ушел из дома и 10 лет не возвращается. Ну, это что, это не повод, разве сказать, брак закончен, да? Вот этот человек сам или где-то погиб, и поэтому уже жена ему не должна хранить верность, либо он ее бросил просто элементарно, и тогда тем более. И уж совсем, извините, я думаю, ни один мужчина не согласится, что возможно ни разу не посмотреть ни на одну девушку-женщину с желанием, да? Ну, бывают красивые, и возникает это желание, помимо твоей собственной воли. Ну, вы можете сказать, всегда говорят, что это не просто желание, но это согласие с этим желанием, да? Когда думает, да, 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 вот я хочу действительно. Но, а если вы свет миру, а если вы соль земли, можно ли сказать соли, ну, хорошо, ты такая соленая на 10%, потому что, ну, нельзя же требовать от соли многого, да? Она соленая на 100%. Если не на 100%, то она уже не соль. Вот требуйте многого от себя. И тогда, может быть, что-то получится. И не случайно он вначале-то этих суровых требований говорит, кто не соблюдет, тот наречется малейшим. То есть это не значит, что вот, ну, целиком пойдет в гиену, это прямо такой страшный образ. Это не значит, что у человека совершенно нет шансов, мне кажется, потому что слова, сказанные выше, дают ему эти шансы. Но здесь уже как гипотетически, да, лучше без руки или глаза войти в царствие, нежели пойти целиком в гиену. Ну, не сказано, что ты обязательно пойдешь. И в других случаях подобных примерно такое же сказано, да? То есть лучше-хуже это не означает обещание все окажутся там или все окажутся там, кто соответствует таким-то условиям. Но вот Нагорная проповедь начинается с такого прямо-таки экстремизма. Странно, да? Но экстремизм одновременно устанавливает идеалы, к которым человек может стремиться всю жизнь. Если сказать человеку, ну, давай, ты будешь платить десятину, собственно, этим фарисеи занимаются, исполнять такие-таки правила, это муторно, сложно, долго, но реально. Иисус устанавливает правила, которые, с одной стороны, нереально исполнить, вот прям сразу взять и исполнить навсегда. Но ведь мы же выяснили, что исполнение закона, здесь это не просто соблюдение некоторого набора требований, но некоторое соучастие в строительстве церкви как нового божьего народа, как некоторого нового человечества, в котором действуют совершенно особые правила. И, может быть, вот эта несовместимость этого нового человечества с привычными человеческими грехами, она здесь и подчеркивается, помимо всего прочего. Да, кстати, самая первая заповедь вообще была про единство Бога. «Я Господь, Бог твой, Бог единый», сказал Господь. И тут появляется несколько позже, странно, почему не самое начало про Бога? Ну, наверное, потому что в отношениях с людьми человек более нам заметен, мы больше взаимодействуем с людьми, чем с Богом, и поэтому тут как бы все нагляднее, понятнее и заметнее. Так вот, дальше начинается разговор об отношении с Богом. «Также вы слышали, что было сказано в древности предкам, не нарушай клятвы, исполняя все, в чем поклялся Господу». Совсем нетрудная заповедь, правда, в отличие от предыдущих. «А я говорю вам, не клянитесь вообще никак ни небом, ведь оно Божий престол, ни землей, ведь она подножие для него, ни Иерусалимом, ведь он столица великого царя. Не клянитесь даже собственной головой, ведь ты не можешь ни одного волоса сделать седым или черным. Простое ваше да пусть будет настоящим, да, а простое нет настоящим нет, все прочее от лукавого. Я же сказал, это про Бога. А где же здесь про Бога? Это скорее про честность? Но смотрите, здесь не говорится, не поклоняйся идолам, да, наверное, потому что аудитория, в принципе, уже все это знает. Но скорее написано, не делай из Бога такую затыкалку для своих хотелок. Вот ты призываешь его в свидетеля, чтобы тебе поверили. Ну и, наверное, дали что-то, да, там, ой, дай мне в долг, клянусь Богом, верну, да, вот что-то подобное. Он говорит, если ты действительно ему веришь, что твое да – это да, если Бог на тебя смотрит, и ты это осознаешь, что твое нет – это нет. А когда ты клянешься Богом, ты делаешь его инструментом для того, чтобы получить то, что тебе нужно с помощью этой клятвы. Ты не перед ним ходишь, ты им таранишь двери. Не делай этого. Вот это тоже шаг куда-то вглубь, да, по сравнению с тем, чтобы сказать, не поклоняйся другим Богам, ну, знают, ну, слышали, поклоняйся одному-единственному. А вот этого единственного не делай инструментом. Пусть он будет Богом, а не тараном. Ну, ладно. Закон, в конце концов, очень часто регулирует отношения между людьми. Давайте посмотрим. Как? Вы слышали, что было сказано? Глаз выбей за глаз и зуб за зуб. Ну, это знаменитый закон равного возмездия. Есть такое в исходе. Вы видите, в второзаконе, если человек причинил другому ущерб, он должен понести тот же самый ущерб в качестве наказания. Выбыл глаз в драке, ну, и выбить дрочуну этому глаз. А я говорю вам, не отвечая злом на зло. Это отдельно, конечно, нужно обсуждать, что мы сделали. Наверное, тут можно перевести не отвечая злому, не противостоя злу или не противостоя злому. Мне кажется, наиболее адекватный перевод не отвечая злом на зло, то есть не борись со злом его же методами. Если кто хочет отсудить у себя рубашку, отдай ему и плащ. Если кто заставит тебя нести его груз одну милю, пройди с ним две. Давай тому, кто у тебя просит, не отворачивайся от того, кто хочет у тебя занять. И смотрите, ну, это тоже довольно нереальное требование, потому что если давать каждому, то поток просителей не иссякнет. Правда? Будут ходить и ходить, и рубашку и плащ заберут, и вообще все, что только есть. Но в этом новом человечестве, которое строится на этих новых принципах как исполнение закона, то есть требование закона, это вот такой как бы гарантированный минимум, но это одновременно стройплощадка, на которой можно строить новое человечество, живущее по законам любви, а не по уголовному кодексу. Вот в этом человечестве помощь, эта вещь добровольная, и она не имеет ограничений. Вот отдай то, что ты можешь отдать. Сделай для другого то, что ты можешь сделать. Давай тому, кто просит, не отворачивайся от того, кто хочет занять. Хочется спросить, а где граница этого нового человека, человечества, где огороженная стройплощадка, куда они пускают посторонних, они же придут, все испортят, да и сами пострадают. Вы слышали, что было сказано, люби своего ближнего и ненавидь своего врага. А где это в Библии сказано, ненавидь своего врага? Нигде. Но это логичный вывод. Вот эта заповедь, приведена в книге Левит, 19 глава, 18 стих, люби ближнего своего, как самого себя. Отсюда вывод, только ближнего. Если сказано, не знаю, показывай билеты контролеру, показывай контролеру, а не всем пассажирам, да, и не своей бабушке. Люби своего ближнего, люби только своего ближнего, а не всех вообще. А это очень хорошая, ловко, а кто мой ближний? Об этом будет прекрасная притча у Луки. И отсюда логичный вывод, ненавидь врага. Вот того, кто мне близок, родных я, конечно, люблю, друзей люблю, единомышленников люблю, членов моего какого-то круга, будем говорить, шире, моей, не знаю, конфессии, моего государства, граждан, моей профессии, всего чего угодно. Но тех, которые, как я, которые мне в каком-то смысле ближние, а все остальные, фу, какая они гадость, все эти люди, которые не такие, как мы. Ненавидь своего врага. Логичный вывод, который люди делают. А я говорю вам, любите своих врагов и молитесь за тех, кто вас преследует. И так вы будете настоящими детьми своего небесного Отца. Вот замыкается с блаженствами такая кольцевая связь. То есть, их есть царство небесное. В каком смысле? Их туда пустят? Не просто пустят. Это царство для них. Это царство их. Вот там они как дома. Вот там они распорядители. И почему они распорядители? А потому что они дети небесного Отца. Где же ребенку хорошо, как не в доме любящего Отца? Ну, Отца и Матери мы скажем, но о Боге в мужском роде говорится. Как не в доме, где он родился, вырос, где его любят, где его всегда принимают. И вот этот дом его. Это царство небес его. А как там быть своим? А вот быть такими же, как он. Ребенок подражает своим родителям, если он их любит. Правда? Он у них учится. Он смотрит, как они что-то делают, и сам то же самое пытается делать. Настоящими детьми своего небесного Отца, ведь по его воле солнце устаёт над злыми и добрыми, и дождь орошает правых и неправых. Такой красивый образ, да, из природы. Не делятся люди для Бога на те, кто хороший, и те, кто плохой. Хотя сами себя люди очень охотно делят. Более того, у них есть критерии, это не всегда фантазии их только. Если отвечаете любовью тем, кто вас любит, за что же вас награждает? Точно так же поступают и сборщики налогов. Если переводить на совсем современный язык, нужно было бы сказать коррумпированные чиновники. Никто их не любит. Да, взяточники, воры, бандюги, которые грабят простых людей, сами сжируют на эти деньги, дворцы себе строят, презирают нас, бросают нас в тюрьму, если мы вякнем что-то против них. Вот они тоже любят тех, кто любит их. Мы их не любим, они наши враги. Вот трудно было привести такой более яркий пример. Вот тех, кому прям ненависть просыпается. А он говорит, о, отлично, они вас ненавидят, а вы их любите, тогда вы будете другими, не такими, как они. Не противостоит злу. В каком смысле? Не то, что соглашайся со всяким злом, а вот в ответ на угнетение не будь угнетателем, в ответ на бандитизм не будь бандитом. Если привечаете только своих братьев, что в том необычном? И точно так же поступают и язычники. Тогда вы не соль, тогда вы не свет, тогда вы вот равномерно размазанная в природе такая жиденькая глина, которая везде есть и никому не нужна. Потому что всюду она, всюду все такое. Язычники тоже любят своих родных и близких, дружат с друзьями, помогают своему клану, племени и так далее. А вы должны быть другими. И совершенно неожиданное завершение пятой главы, но не проповеди. Так что будьте совершенными, как совершенен, Отец ваш небесный. Слушайте, вот давайте я вам скажу, будьте такими крепкими, как там, не знаю, Николай Валуев, будьте такими удачливыми бизнесменами, как Илон Маск. У кого какие есть примеры людей, добившихся просто потрясающих успехов? Вот возьмите своего любимого, неважно кого, спортсмена, бизнесмена, политика, писателя, и скажите, вот всем вокруг скажите, будьте как он. Ну, смешно же. А Иисус говорит, будьте совершенными, как совершенен, Отец ваш небесный. Это вообще невозможно. Как можно сравняться в совершенстве с Богом? Ну, вы хотя бы попытайтесь. Если вы соль земли, вы свет миру. В чем это заключается? В том, что вы будете делать хорошие вещи? Да. Но для книжников и фарисеев, с которыми он спорит, хорошие вещи – это списочек, да? Составил списочек, раз, два, три, четыре, пять. Выполнил. Их много. Многие эти пункты трудно выполнить, но выполнил. И с чувством удовлетворения пошел спать. А здесь говорится, нет предела совершенства. Вот ты еще не такой, как Отец твой небесный. Причем не ты будь те, как ваш, да? То есть вся ваша совокупность, все ваше множество. Смотрите, Иисус обращается к самым разным людям, к толпе разношерстной, в которой кто-то просто любопытствует, кто-то наверняка живет не очень праведной жизнью, а кто-то вообще не очень понимает, о чем идет речь, жаждет просто развлечения. Кто-то, может быть, серьезно хочет, но ничего не может понять. Он сразу дает им, во-первых, огромные кредиты. Он говорит, если у вас все плохо, это значит, что на самом деле у вас все хорошо. И вообще вы самые главные, самые лучшие люди. И дальше он их, чему-то обучая, наставляя где-то на путь, он в конце этой речи, не в конце речи, а вот в конце этой главы говорит, а, собственно, предела вашему совершенству нет. Вы должны расти все время и быть тем самым светом, той самой солью. Знаете, вот попытаемся себя представить в этой толпе. С одной стороны, безумно интересно, безумно привлекательно, а с другой стороны, так требовательно. Не лучше ли пойти к тем, кто скажет, так, значит, десятину сдали, посты пропастились, молитвы прочитали, что там еще, то, сё, пятое, десятое, но все, молодцы, идите. А тут будьте совершенными, как совершенен Отец ваш небесный. Загадка, задача, но зато не скучно.